Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии недели. Как и всегда, ранним утром, хотя для кого-то оно может быть и не совсем раннее, а может быть даже и не утро уже, но все-таки стараемся по возможности как можно раньше совместно проанализировать итоги минувшей торговой сессии и посмотреть на те рыночные катализаторы, которые в ходе этих торгов были и повлияли, собственно, на для нас традиционные финансовые инструменты, привычные уже для спекуляции, продолжающиеся много месяцев подряд. Я думаю, что отчасти можно подвести небольшие итоги недели. И мы это более детально и подробно сделаем в понедельник, в ходе нашего традиционного вебинара «Правильный понедельник», пользуясь, опять же, случаем, приглашаю вас всех, друзья, его посетить. Проходит он в прямом эфире в 16.30 по московскому времени. Соответственно, разбираем мы там события минувшей недели и смотрим сразу же на отчеты, которые по нашему субъективному мнению, а может быть и отчасти даже объективному, оказать самое серьезное влияние на финансовые рынки. И параллельно с учетом содержания экономического календаря пытаемся спрогнозировать движение основных валютных пар на перспективу, собственно, недели. Если у вас нет возможности присутствовать на брифингах, которые, также, повторяю, проходят каждый день в 9.30 по московскому времени, прямые эфиры через приложение Аберископа, тогда, собственно, приглашаю вас на вебинар. Итак, отчасти, пожалуй, главным итогом недели может стать снижение цен на нефть. И в ходе вчерашнего дня мы, наконец-таки, с вами протестировали поддержку 80 долларов за баррель. Локальный максимум для бренда, пришедшийся на несколько торговых сессий ранее, составил около 87 долларов. Поэтому можем смело говорить, что коррекция, которая случилась, является неплохим заделом для того, чтобы медведи, ну, не просто, скажем, увидели горизонт для собственной дальнейшей игры на понижение, ну, и превратили вот эту коррекцию в новый нисходящий тренд. Тем более, что факторов для распродажа на рынке очень и очень много. Если раньше нам приходилось вот признавать рост, все-таки мириться с ним, оправдываться тем фундаментом, который на рынке присутствовал, и с некоторой оглядкой смотреть на очень слабые силы медведей, им никак не удавалось перехватить инициативу, сейчас мы можем вспомнить, друзья, про все те факторы, которые ранее рынком недооцениваются, и, соответственно, эти факторы использовать для того, чтобы оправдать то, что ралли, оно только начинается. Я с большим удовольствием сейчас хочу проанализировать вместе с вами то, что у нас есть на сегодняшний день по нефти. Не пугайтесь, я не буду, опять же, копать отчеты, события и поводы многонедельной давности. Вчерашний день по фундаменту, на мой взгляд, стал кульминацией того, что на рынке есть черного золота только одно будущее для торговой активности, это будущее через распродажи. Почему снижается нефть? Нефть снижается на данных по запасам нефти в США. Очень важный отчет, традиционный еженедельный катализатор для движения нефтяных инструментов, и, собственно, как мы и предполагали, осенний сезон, который предполагает все-таки техническое обслуживание нефтеперерабатывающих заводов в США, более низкие объемы переработки нефти и накопления, собственно, запасов нефтянки, все это выливается вот уже третью неделю подряд в отчет по росту нефтезапасов. И рост довольно неплохом. Плюс 6 миллионов в целом, можно сказать, это на неделе минувшей запасы увеличились. Практически оценка администрации аналитической информации совпала с оценкой, которую ранее дал американский институт нефти. Собственно, статистики от этого агентства насчитали рост запасов на 9 миллионов. Но мы видим то, что действительно корреляция сейчас выдерживается, и эта корреляция связана с сезонным фактором. Я хочу предположить, друзья, то, что какое-то время мы будем работать с новым трендом на рынке американской статистики по запасам. И, соответственно, готовясь к релизу, который на следующей неделе будет уже в нормальном хронологическом порядке, поскольку праздников не предвидится, рынки будут открыты, и отчеты по публикации не будут ехать. Соответственно, следующий релиз по запасам мы с вами ждем в среду. И заранее я хочу спрогнозировать то, что этот отчет может усилить давление, собственно, на котировки нефти. Второй фактор – это прогнозы, пересмотренные по темпам экономического роста, глобальные перспективы, скажем так, которые оставляют желать лучшего, поскольку довольно актуальны сейчас, почему-то только сейчас. Вот все, кому не лень сейчас обсуждают, ранее недооценены риски мировых торговых войн, и эти риски, в конце концов, приведут к снижению спроса на сырьевые инструменты, потому что снижение спроса на сырье – это логическое следствие спада глобального экономического расширения и восстановления. Поэтому мы видели и слышали о прогнозе Международного валютного фонда. Я думаю, что менее значимые для рынка оценки от разных ведомств и источников также будут дальше поступать, какие-то более пессимистичные, какие-то менее пессимистичные, но все равно они будут предполагать снижение прогноза спроса, собственно, на нефть и замедление темпов экономического восстановления. Еще одним катализатором, сигналом того, что оправданы эти пересмотры – обвал американского фондового рынка. И, друзья, да, это серьезное снижение, но мы ведь с вами допускаем то, что американская фонда будет снижаться еще дальше. Пока не изменится картина с рынком гособлигаций, а точнее с показателем доходности этих инструментов, будет, как я вчера верно подметил, такой естественный каннибализм спроса на риск, и инвесторы будут отказываться от рынка акций в пользу американских облигаций. Это действительно так. И инвесторы, вы должны понимать, не только, скажем, институционалы, резиденты США, но и вся мировая экономика будет уходить в эти облигации, приводя к оттоку, собственно, капиталов с развивающихся рынков и к наступлению самого настоящего кризиса ликвидности. Тоже давайте не будем пока уходить в эти дебри, потому что, в конце концов, все это реально может нас завести к идее скорого, намечающегося, глобального финансово-экономического. Но пока что нам нужно закрытие 2018 год, я думаю, что делать до него, конечно же, не дать. Поэтому будем работать более с приземленными факторами. Резюмируем. Снижение темпов экономического роста и, как следствие, более низкий спрос на сырье. Запасы, которые являются запасами нефти США, локальным фактором, собственно, давления на котировки нефти. Прогноз администрации энергетической информации США, который усилил негатив для нефтянки после выхода данных по запасам тем, что ожидается рост нефтедобычи в Штатах. И вот на сладкое я оставил вчерашний доклад ОПЕК, в соответствии с которым стало ясно, что страны всего объединения ОПЕК+, в котором участвует и Россия, наращивают показатели нефтедобычи. И фактически они не согласовывают рост нефтедобычи сверхобозначенного ранее лимита в 1 миллион. Они его давно превысили. И мы видим то, что текущая картина по показателям добычи, она не вяжется с обозначенным ранее планом, который обсуждали в рамках высокой встречи, плана не превышать лимита в 1 миллион. Он превышается, друзья. И по цифрам, собственно, сам ОПЕК не стесняется их даже публиковать. Я думаю, что, друзья, вы все умеете складывать. Вот давайте сейчас этим, собственно, и займемся. ОПЕК в сентябре увеличил добычу на 132 тысячи. Россия подняла производство на 150 тысяч. Саудовская Аравия плюс 108 тысяч. Ливия, которая снижала показатели нефтедобычи, сейчас тоже в плюсе. Плюс 103 тысячи. Складываем эти цифры. Получается почти полмиллиона баррелей за один месяц. И снова вопрос, собственно, в студию, скажем так. Неужели вы по-прежнему считаете, что некому заместить выбывающую с рынка нефти из-за потенциальных недопоставок со стороны Ирана? Даже вот одной лишь России, можно России и, скажем, Саудовской Аравии. Даже вот этих вот показателей роста достаточно, чтобы компенсировать тот спад, который мы наблюдали в рамках поставок из Ирана. А если мы еще чуть подразовьем эту тему и вспомним то, что Трамп выразил намерение особо не жестить, скажем так, в отношении тех стран, которые скованы договорными обязательствами и закупок нефти в Иране после наступления вступления в силу американских санкций, то есть после 4 ноября, мы понимаем то, что вообще Иранскую тему уже нужно понемногу забывать. Это не кризис для предложения. И более того, с учетом всего того, что я сказал, хочу вот напоследок констатировать тот факт, что ОПЕК увеличивает показатель нефтедобычи и при этом прогнозирует снижение спроса на нефть, всылаясь опять же на глобальные риски, связанные и с, в том числе и с торговой войной. Хотя я думаю, что прежде всего нужно связывать с этим. Снижение до 80 долларов за набор. Репетиция. Пока что неудачная попытка закрепиться ниже, но мы так долго ждали этой коррекции, убедились в том, что рынок накопил достаточно поводовое снижение. Просто надо дождаться отработки этой идеи, ну и разумеется попробовать, может быть через несколько неудачных входов в продажу, когда рынок все равно растет и выбивает собственно позиции по стопам. Нужно, друзья, ориентироваться на сел долгосрочное, потому что динамика американского фондового рынка тоже является доказательством того, насколько может быть интенсивна коррекция на крайне перекупленной среде. Рынок нефти таковой точно является. Мы ждем котировки ниже 80 долларов за баррель и подумаем лишь о фиксации профита не раньше, чем по мере теста поддержки 70 долларов за баррель. Рубль цели прежние. Мы ждем 68, на фоне уже вновь очевидного акцента снижения цены на нефть стало ясно, что рубль очень скоро, кажется, с этими значениями не питать, друзья, иллюзии о том, что мы увидим рубль ниже 65, это абсолютно невероятно. Доллар иена на азиатской сессии сегодня подрастает, 112.36 котировки сейчас, хотя в рамках вчерашнего дня мы падали. Снижение доллара было следствием выхода данных по индексу потребительских цен, если говорить не про базовую инфляцию, а про основной индекс с учетом цены на энергоносители и продовольственные товары 2,3%. В этом выражении с 2,7 базовой инфляции осталось на прежнем уровне 2,2%. Заявки на пособие по безработице 214 207. Немного худше показатели, чем мы видели месяц назад. Но, опять же, я придерживаюсь такой позиции, что уже ни одному отчету, и уж тем более единоразовому, как вот слабый показатель по инфляции, не под силу сломать и подорвать уверенность в виде резерва в том, что нужно сейчас страховать экономику от перегрева и продолжать политику высоких процентных ставок. Если окажется действительно, что этот показатель, хотя довольно странно, друзья, вы согласитесь, видеть такую инфляцию на фоне высокой активности потребителей и такой дорогущей нефти, я не понимаю, как мог просесть основной показатель инфляции. Картина должна была быть обратной с базовым показателем, но базовый у нас остается на высоких значениях, то есть самые здоровые показатели инфляции остаются в очень хорошем, собственно, состоянии и сохраняют тенденцию восстановления. Вот на это мы и должны сейчас полагаться. Доллар снизился, потому что Трамп продолжает политиковать Федрезерву в том, что не совсем уместна сейчас политика американского регулятора, потому что это политика, как вы понимаете, роста оставок, задирающая доходности трежерис и влияющая на капитализацию фондового рынка, тут немного, скажем, наверное, личные взгляды Трампа на то, что происходит, все-таки Трамп это бизнесмен с большой буквы и для кого-то, точнее для своих коллег по цеху, я имею в виду таких же бизнесменов, как он, все-таки его политический курс ассоциировался с стабильностью на финансовых рынках и созданием условий для того, чтобы, собственно, Уолл-стрит обрастал еще большим жирком. В данном случае может быть негатив Трампа и его негодование понятно, но в конце концов он сейчас отвечает за нечто большее, чем просто карманы бизнесменов, он отвечает за экономику и с учетом тех показателей, которые мы видим, он, в принципе, неплохо справляется с тем, что происходит. То, что он критикует Федрезерву, это было и месяц назад, и полгода назад, понятно, что, наверное, он должен это делать, потому что для обычного бывателя действительно непонятно, как эта политика может ввязаться с тем протекционизмом, который сейчас осуществляется лично администрацией Трампом. Он периодически отвечает на эти вопросы, но в конце концов вы должны понимать, что, ну, будем надеяться, из идеологических соображений то, что действительно Федрезервы, это независимый институт, хотя, может быть, даже и сомнительно это, но будем надеяться, что какого-то прямого директивного влияния на американский регулятор он не имеет, поэтому никак не может, в конце концов, поставить на стоп политику высоких процентных ставок, продолжаем проводиться в рамках АФРС. Почему все-таки сейчас мы растем на азиатской сессии? Да потому что последний твит, точнее не твит, а комментарий Трампа, ему буквально несколько часов, то, что он признал своеобразность встречи с лидером Китая на ноябрьском ассаменте большой двадцатки, это хороший знак, потому что Трамп очень долгое время, в принципе, отказывался проводить высокие встречи на таком-то уровне, потому что его крайне не устраивала позиция Китая, он неоднократно предупреждал, почему США так активно, собственно, вводят все новые и новые импортные таможенные пошлины, но в данном случае, возможно, прислушался к рекомендациям и советам своих советников, простите за тавтологию, и хочет снова попробовать обсудить все, что сейчас происходит в попытке найти какой-то общий язык, и в конце концов, это должно позволить избежать принятия последнего жесткого шага со стороны штантов, это обложение уже пошлинами всего китайского импорта. Пока что это только угроза, вы помните, вот эта цифра зловещая, 267 миллиардов долларов, то есть на импорт, на такую сумму, на весь этот объем должны предполагаться новые торговые барьеры, но пока что они лишь обсуждаются. Соответственно, поверив в нахождение общего языка, пусть и не скоро, всего лишь в ноябре, трейдеры предпочли снова переметнуться в доллар. Друзья, в следующей неделе будет очень интересно, очень важно для доллара, не только там будет много статистики, по штатам еще будут и протоколы последнего заседания американского регулятора, нам этот отчет очень нужен, потому что нужно взбодриться, опять же, по-прежнему жестким следом РС, относительно дальнейших намерений по росту процентных ставок. Поэтому ждем движения в районе 113 доллара японской и иены. Евро доллар 1.1605, фунт доллар 1.3236. Снова мы рассматриваем и евро, и фунт в связке, потому что оба этих инструмента растут на ожиданиях прогресса и прорыва в соглашении по Брекзиту. В частности, считается, что 80% соглашений уже фактически достигнуто, но 20% это по-прежнему какое-то таинство, завеса неопределенности политической, и никто не знает. Может быть, в этих 20% и кроются основные подводные камни, которые нужно сейчас иметь в виду, и на них и нужно ссылаться, допуская все-таки развитие событий по негативному сценарию. Но самый менее негативный сценарий – это сейчас все-таки отсутствие договоренностей и отсутствие соглашения на следующей неделе. Хотя представители, собственно, Европейского Союза, да и отчасти представители Англии буквально забрасывают рынок о комментариях о том, что соглашение будет достигнуто до саммита по Брекзиту, который стартует в среду. То есть мы должны вот в понедельник, вторник и среду следующую по идее в идеале получить информацию и данные о том, что соглашение достигнуто. Я не верю в соглашение, друзья, потому что, конечно же, все будет упираться в вопрос по границе Северной Ирландии, и представители Северной Ирландии уже не раз говорили Терезе Мэй, что если она пойдет на уступки, то в конце концов они бросят вызов ее лидерству. Это будет самый настоящий вотум недоверия. Я не знаю, на что сейчас будет более предпочтительным для Терезе Мэй. Все-таки заключить соглашение на тех условиях, которые лоббируются представителями Европейского Союза, либо все-таки, опять же, думать о своих будущих политических очках и о своем влиянии. А это значит, что нужно пытаться, опять же, не стремиться не только достигнуть соглашения, в конце концов, а нужно договориться на условиях, которые были бы уместны, которые устраивали бы и Англию тоже. Я еще раз повторюсь, друзья, что я думаю, что не будет соглашения, а поэтому даже несмотря на рост, который сейчас для многих обнадеживающий, я не верю в то, что британская валюта сможет укрепиться на 5-10%, как многие прогнозируют, если соглашение будет. Я все-таки сторонник негативного сценария. Но сценарий может развиться иным образом, то есть действительно соглашение может быть и фунт резко вырастет. Если вы, друзья, все-таки сторонники позиции, которую разделяю я, если вы держите короткие позиции, обязательно ограничьте ваши потенциальные потери, если все-таки фунт резко вырастет. Вы должны понимать, что если соглашение будет, действительно там рост может составить несколько сотен пунктов. Это легко вообще за одну торговую сессию или даже больше. И вот в эту мясорубку лучше не попасться. По другим инструментам австралиец 0.7124 никак не хочет даваться цель 0.70, но давайте, собственно, ожидать. Доллар канадец 1.3020 скорректировали с локального максимума 1.3070. Очень многое будет зависеть для канадца уже на следующей неделе, потому что там и много статистики по штатам, как я уже отметил. Ну и важнее всего там данные по инфляции, по уроничным продажам Канады, которые должны приблизить нас к решению Банка Канады по процентным ставкам. Плюс ко всему, уже на следующей неделе, фактически до заседания Банка Канады будет рукой подать, потому что оно состоится 26 октября. Получив еще один сигнал того, что основания для повышения ставки есть, канадец должен оказать давление доллару. Я держу, друзья, короткую позицию по доллару канадцу. Американский фондовый рынок, вот здесь, как и обещал, давайте попробуем все-таки поспекулировать. S&P, USA Ticket 500, вам маркет с продажа через отложку селстопа с уровнем 2760-2750. Цель очень амбициозная, 2500, и я по-прежнему делаю ставку на то, что американский фондовый рынок продолжит терять интерес со стороны инвесторов на фоне большего перетока в американские облигации. Treasury держится на высоких значениях, они даже несмотря на то, что отступили мы от максимума 3,25, текущий показатель доходности 3,17 все равно соответствует максимуму с 2011 года, и ничего в целом не изменилось. Соответственно, по мере ужесточения риторики и позиции Федрезерова ставки будут расти, прогнозы разные, кто-то считает, что 3,5%, а мы увидим по доходности, кто-то говорит, что больше. Но вы должны понимать, что нахождение выше подоходности Treasury, выше 3%, этого уже достаточно, чтобы ставить крест на американской фонде. И в данном случае особо в бычий потенциал этого рынка более не верить. Пока Treasury держится выше этой планки, я считаю, что нужно пробовать найти хорошие уровни для того, чтобы взять максимум прибыли по S&P, как я уже отметил, я вижу хорошую возможность продать в уровне 2750 пунктов. Друзья, на этом, собственно, все. Хорошей вам пятницы, закрытия торговой недели, замечательных выходных. Увидимся мы с вами на понедельник, как и всегда, в 9.30 по московскому времени. Всего доброго, до свидания.